7,5 трлн рублей. Именно столько составили поступления от нефти и газа в федеральный бюджет России за первые 8 месяцев этого года. Эти данные приводят в Министерстве финансов РФ. Сумма в полтора раза превышает показатели прошлого года и почти достигла уровня рекордного 2022-го. По данным The Insider, уже собрано 69% запланированных на год доходов от нефти. И хотя Кремлю не хватает даже таких поступлений на все расходы, растущие из-за нападения на Украину, у Москвы по-прежнему достаточно денег для продолжения войны. Даже если мы, соответственно, возьмем хотя бы сейчас, ну, я не знаю, 50% в списах остальное, там 20% пунктов на доходы за счет инфляции, потому что инфляция разгоняет налоговые доходы бюджета. Потому что повышается цена, повышается ставка НДС с единицы товара. Так что тут, чем выше инфляция, тем больше доходов в НДС получает бюджет. Но даже если вы возьмете 50%, то вот и так будет примерно понятно, что наполовину военной расходы России финансируются за счет экспорта нефти. Для обхода санкций Москва использует так называемый теневой флот. Эти суда скрывают свои маршруты и происхождение грузов. Часто идут под флагами третьих стран, чтобы скрыть настоящих владельцев. Однако журналисты продолжают раскрывать схемы, связанные с продажей российского топлива. Так, издание The Insider выяснило, что среди покупателей нефти в обход ценового потолка оказались компании, связанные с гражданином Латвии Алексеем Халявиным. Эти фирмы скупили около 60 миллионов баррелей российского нефтяного сырья по цене выше установленного потолка в 60 долларов за баррель. Журналисты называют Халявина одним из крупнейших покупателей российской нефти в обход ценового потолка. Халявин, по их данным, владеет дубайской компанией Black Pearl Energy Trading LLC, с которой аффилированы еще две – OGC Shipping LLC и Conmer Maritime. В 2023 году две из этих компаний закупили у «Сургутнефтегаза» около 38 миллионов баррелей нефти по средней цене 82 доллара за баррель. В 2024 Black Pearl Energy Trading купила в обход санкции еще 20,6 миллиона баррелей по 83,7 доллара. Из публикации The Insider. Проблема в том, что остается достаточно высокая заинтересованность третьих стран в этой нефти, потому что, как правило, эта нефть значительно дешевле, чем та, которая формируется по цене на мировом рынке. Кремлевские власти не только нарушают западные санкции, но и несут угрозу экологии. По данным Greenpeace, Россия экспортирует нефть на устаревших танкерах. Аналитики S&P отмечают, что 397 судов в Теневом флоте старше 16 лет, причем большая их часть – это суда от 16 до 20 лет. Часть из них загружается в портах Ленинградской области и Петербурга, в непосредственной близости от охраняемых природных территорий. Авария в порту или при проходе по заливу может нанести непоправимый ущерб природе региона. В Greenpeace считают, что экологическая катастрофа в Балтийском море – лишь вопрос времени. Впрочем, аналитики уверены, что эта потенциальная опасность открывает возможность для ужесточения контроля над транспортировкой российского сырья. Закрыть проливы удастся исходя из экологических оснований, как планирует сделать Дания в Балтийском море. Международная конвенция о вмешательстве в открытом море в случаях загрязнения нефтью позволяет странам предотвращать, смягчать или устранять опасность для своей береговой линии или связанных с ней интересов от загрязнения нефтью или угрозы, такового в результате морской аварии. Другими словами, страна может запретить судну заходить в свои воды, если разлив нефти кажется вероятным. Из публикации The Insider. Напомню, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, страны Запада ввели санкции в отношении российской экономики, включая ограничения на экспорт нефти. Одной из ключевых мер стал введенный в декабре 2022 года так называемый ценовой потолок на российскую нефть. Ограничения также включают запреты на страхование и транспортировку сырья, если цена превышает установленный потолок.